привет это тостер у нас много интересного о домашней технике ну потому что реальные обзоры и тесты это видео я прямо его прожил потому что все в нем происходящее напрямую меня касается объясняю мне ударило в голову что надо установить дома фильтры для воды я много разного о них слышал и знаю одни говорят это все фигня хватает на полчаса другие говорят норм работает в водах другая накипи вон в чайнике больше нет а мне помимо того что логично кипятить для чая использовать для готовки чистую воду еще надоело все время заказывать эти 5 литровые бутыли для больших вот этих на 19 литров на кухне места нет особо в общем начала меня преследовать навязчивая идея что в этот кранчик дополнительный это правильно и удобно это спасение зрел я зрел и наконец созрел сначала фильтров было много а именно шесть вариантов я решил что раз уж мы еще и видео снимаем выберу то что мне подойдет из всего основного спектра представленного на рынке в итоге изначально претендовали на установку барьер электролюкс это браво aqua bright гейзер aquafor это все трехступенчатые универсальные фильтры под раковину вообще такие вот фильтры есть же разные для разных скажем так задач очистки для начала надо понять от чего собственно вам нужно очищать воду можно посмотреть данные качестве воды в вашем районе в открытых источниках или заказать анализ в специализированной лаборатории меня дома слегка напрягала накипь чайник ее было немного но если можно немного мягче сделать воду это и для чайника хорошо будет и для кофе-машины который я регулярно пользуюсь тоже но перебарщивать опять же не стоит излишне мягкая вода с низким содержанием кальция магния тоже неправильно электролюкс aqua модуль универсал трехступенчатый фильтр первый блок для удаления из воды так называемых механических примесей там песка пластика ржавчины окалины этого всего особенно актуально это там где старые водопроводные сети а такие места в россии что-то мне подсказывает найдутся без труда здесь внутри полипропиленовый картридж с отверстиями разного диаметра он уменьшается по мере прохождения водой фильтрующего элемента это несколько увеличивает срок службы фильтра и позволяет задействовать всю его рабочую поверхность равномерно распределять отфильтрованную взвесь этот фильтр еще и защищает следующие фильтры более тонкой очистки второй блок он как раз отвечает за смягчение воды в нем и он обменная смола питьевого класса его зона ответственности соли жесткости кальция магния что логично но не только еще и тяжелые металлы такого рода примеси тоже не проходят дальше и третий блок карбон два в одном тут ты полипропилен и угольная составляющая здесь продолжается механическая очистка но еще вода очищается от хлора вирусов и бактерий из следов нефтепродуктов в общем в итоге то по прохождении всех трех фильтров мы получаем но такую универсальную очистку от различных загрязнений которые могут быть в воде ну собственно фильтр так и называется aqua модуль универсал по сути принципы работы действия у всех подобных фильтров одна из задач которых умягчение воды схожие даже применяемые фильтрующие материалы ну отличаются не слишком сильно хотя могут иметь например разные названия в зависимости от каких-то дополнительных технологических опций и даже несколько по-разному выглядеть всегда есть три ступени 1 это очистка от механических примесей дальше смягчение воды и потом своего рода на финишное кондиционирование удаления хлора различных органических и неорганических соединений пестицидов например тоже а так или иначе имея основную задачу сделать воду мягче все подобные фильтры универсальные решает еще и другие задачи по очистке но у разных производителей есть и другие комплекты фильтров например отдельно можно выделить комплекты для нормализации воды с высоким содержанием железа в ней есть фильтры для сверх жесткой воды наоборот для мягкой и прочее 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 тут конечно производители ориентируются не только на реальные запросы пользователей но и работают в плотные связки с маркетологами у всех современных трехступенчатых фильтров высокое качество очистки воды это подтверждается множеством тестирований как проводимых самими производителями так и независимыми но нужно понимать что это все механические фильтры а значит рано или поздно их эффективность снизится и потребуется замена расходные материалы один из минусов подобные технологии очистки для нас с вами пользователей них нет для производителей конечно производители фильтров могут декларировать какой угодно рабочий ресурс своих фильтров например 10000 литров но это все скорее весьма пространные заявления в целом сохранение эффективности очистки напрямую зависит от изначального качества входящие фильтры воды и непосредственно от интенсивности использования фильтров водичка ведь может быть нужно для одного человека сколько он там этого чая выпьет или супа наварит а другое дело семья из 3-4 человек например в любом случае менять фильтрующие картриджи увы надо лучше это делать не реже чем раз в 6 12 месяцев каждый раз это затраты но так точно сохранится высокое качество очистки воды как я уже говорил все современные трехступенчатые фильтры эффективно очищают воду и сохранение высокой эффективности очистки зависит скорее от регулярности замены фильтров нежели от их фильтрующих внутренности и они схожи поэтому я ориентировался на ряд других моментов в итоге у меня под раковиной оказались фильтры электролюкс и вот почему меня привлекла металлическая база или голова если выражаться на профессиональном сленге для крепления фильтров это более прочно надежно плюс есть момент с разборностью этой самой головы а это уже ремонтопригодность сами пластиковые колбы максимально такие знаете внушающие доверие они из высококачественного и не тонкого пластика есть ощущение прочности никакого запаха пластика нет и вообще это так называемый пищевой пластик я вовсе не говорю что у других фильтров он какой-то неправильный ядовитый или супер тонкий здесь речь только о субъективно моих в общем-то тактильных ощущениях ну вот на ощупь мне больше эти колбы зашли дальше про колбы там где надо тут по два резиновых уплотнителя не у всех так а это же дополнительная защита от протечек как на самолетах важные системы продублированы так и тут соединительные фитинги тут тоже прокачали не везде не во всех фильтрах они такие смысл в том что у электролюкс они с резьбой и с резиновым уплотнителем причем опять же двойным а это дополнительная надежность часто в фильтрах либо без резьбы фитинги либо без резиновых уплотнителей и продолжая тему надежности фильтры электролюкс благодаря вот этим усовершенствованием выдерживают давление воды до 32 бар далеко не все фильтры которые я рассматривал на это способны как правило показатели в этом плане скромнее еще из моих субъективных ощущений более плотный картридж механической очистки тот что первый вступает в бой с грязью он практически не проминается есть ощущение что там попросту больше фильтрующего материала еще вот той же и он обменной смолы и смягчающей воду тут довольно много во втором картридже не у всех так в общем отдавая себе отчет что по качеству очистки воды по рабочему ресурсу все современные трехступенчатые фильтры ну примерно одинаковые я тут никого не собираюсь выделять я для себя исходя из нескольких моментов которые озвучил сделал выбор в пользу фильтров электролюкс ну и конечно важно что вкус воды тоже в итоге мне нравится вода по вкусу отличается от той что из обычного крана течет хотя в москве в целом то вода приличного качества ссылки на все подчеркну именно на все фильтры которые упоминались в этом видео внизу в описании я свой выбор сделал а ваш выбор может быть любым главное чистая вода больше интересного о доме и быть и не только наши видео на сайте toaster.ru в нашем яндекс zeny toaster в соцсетях или в telegram канале все нужные ссылки тоже внизу в описании до новых обзоров и тестов пока